Парабах, считаю. Не, ну, с другой стороны, если бы Гитлер победил, блядь, ну, я не знаю. Ну, да, да. Ну, да. Ну, да. Да, да. Я не знаю, что это. А во время СССР все эти потери, все потери людей на Афиатуре и воровской, не это все да там сталин говничьи вот смотри а вот если бы допустим победил вот тут весь коренной вопрос это в этом победил Гитлер он бы думал что в Белоруссии главная зависимости от Украины цель смотри цель цель гитлера какая была подчиниться Германии стой 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 остальные народы сделать рабами Германии а цель Сталина какая а у Сталина была цель мирового коммунизма то есть это немножко разное Гитлер просто бы уничтожил бы эти народы там ну а Сталин просто идею эту ёбаную коммунистическую хотел то есть тут немножко разное и что лучше эта ёбаная коммунистическая идея либо это немецкое рабство все хотят быть демократическими независимыми государствами это это понимаешь разницы нет я могу сказать пока вот все вот говорят как Диктор Силов да я вот В свое время я обладал Субору, я в 5-м классе не перестал из профессии, да. Я это пьюзал Субору на моем наполеоновке, я не зачитал его физическую часть, да. Отразумец. Блин, мы постали Субору с его коллегой сделан на то, что у нас просто не читал неделю. Исторически вот так вот. Ну как так? А, это? Всю жизнь упалась эта история, рассказываю. И вот этот первый Северная война. Он даже считает, что сам не может. Если он слишком, лично, сумок не тратит. При Петре первом население уменьшилось. Но смотри, знаешь что? А, когда уменьшилось, знаешь, на сколько? Да хуел мне. 50% На очень. Он вырезал нашу страну. Но, здесь другой факт. Осталась, во-первых, Единая Россия. Единая Россия. Если бы не было вот этих мер, он просто бы разваливался. Там казаки свою укуню, там только у них. Он был выгоден. Единая Россия. А, а что с тем не нашим странами? Единственное, что там в Курсии война была и кто-то не кто-то? Да, Российская империя. А Белоруссия, она была независима после революции. Но что-то там как-то... Как ее там Сталин... Вот когда польская, польская русская война была, Белоруссия, по-моему, под уголом пошла к России. Что-то, кажется, там супер мир. Я не помню, в Белоруссии на чей стране, когда польская-русская война 20-го года была. Как там, что было? Вот там до войны... Этитат, где ее просто приправили? Да, да, да. Там военные действия шли на территории Белоруссии. И просто большевики в наглутом прикрыли свои поставленные деньги. Да, поставили и все. А у нас было это свое... Мелоруссия была независима после революции. После, по-моему, первой мировой войны оно было независимым объявным государством. А потом, когда они знают, что при том, когда была революция, когда они были в революции, когда они были в революции, как у них было стоя, что, а, вот так, а, штурмовать, идущих штурмовать. И вот эти все опять... А потом еще перестреляли этих партизан. После войны этих партизан перестреляли и их билет. И стреляли. А потом еще и так думали. Структо эстетически вообще кому-то. Там находятся. Стоп, где? Вот общий слух. А Лукашенко сейчас... Лукашенко сколько России-то у вас? Он все поднимает. Удальше уровень жизни Белоруссии в сто раз выше. Ну, это... Так. Не-не-не. Пришлось, что Белоруссии не уменьшите присутствовать практически. Уровень жизни в десять раз... Примерно в десять раз лучше, чем... Чем в России. А если бы еще Белоруссия интеграцию с Европой сделать, он там заживет у всех. Я не знаю, чего Лукашенко евроинтеграцию там сделает. Ну, как? Чтобы евро транзвести. Чтобы евро транзвести. Вообще, если Белоруссия, допустим, с путью Алмата, то им не надо было бы деньги на армию. Лукашенко охуенный сук тратит... А что это не было бы? Нет, смотри, Лукашенко тратит охуенный сук на армию. Потому что у Лукашенко свои армии, там, с объединениями, там, для кого-то крылья и все. А с квадратами денег, какrocиняя, в месяц в высоту с на армию. А что такое НАТО? Хотя каждая страна его вставляет, допустим, по одной-подвумной лодке. А Россия должна в сто-подвумный кодексово выезжать. Они поэтому богаты и посвятаются, и на сумму. В общем, это, знаешь, бред, я не знаю. Наши войны бегут с поля боя. Какой позор! Ну, Белоруссия, она больше к России, потому что все-таки какие-то там льготы, там газ, там немножко дается. Ну, есть какие-то торговые, ну, есть какая-то выгода с Россией, но Лукашенко, он с Россией и с Европой будет, потому что ему надо поднимать. А с Европой там не такой частичный? Ну, не контактен, не контактен, но Лукашенко налаживает, он пытается наладить, потому что сейчас, смотри, запретили в Россию ввоз товаров, все товары вы зелите из головы. То есть, я не знаю, у вас там, о всех не говорили, ну, Путин залупился в Лукашенко, говорит, что так у меня, ты почему барыжишь? То есть, он реально барыжит. Ну, что значит, то есть, завозит в Европу товары, запрещен через Белоруссию. Белоруссия пошлину снимает богателем. Лукашенко обиделся. Там терки сейчас, ну, такие, как вообще, засернили, как он сделал. Ну, так ты прикинул, Лукашенко бабки такие поднял на этом, бабки. Ну, как, как сказать, Россия... Вообще, по сути, мы должны подавать деятельное, что мы вам не сможем без формати, с которым покупать нет. Через вас и газ, и не в таком уровне. Мы не даем вам какую-то, мы не даем газ, мы не даем газ, мы не даем память, мы решим, что у нас всех отменили. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. У нас, как бы, погодушек, и самая вибрая ситуация во всей Европе, во всей Европе. Противник уничтожил целый отряд! Противник уничтожил целый отряд! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если такие ограничения на вибрацах? Наши воины бегут с поля боя! Какой позор! Прямо по центру, да, пошел. Это уже элитные места. Такая смотри, они убили у тебя, ну, 8-6 прям за. А, я думал, ну не убивают они, ну, не убивают. Ну, спасибо. У меня сейчас рядом есть арбалета. У вас большой боезапас? Да, большой, нет, 20. Вот ты мне скажи, сколько арбалетов надо убить? Один арбалет. Три убьют? На данный момент вы обнесли меня, если не у вас нет, от этого не было. То есть тут, по-моему, там два арбалетных. Да, берем два арбалетных. Все, на 5 минут. Наши люди сломлены, они бегут. А если я, допустим, птики поставлю... Более всего? Да, как мне кажется. А? Страшно, более всего. А! Я же никуда, спрашиваю. Все, я вот, я вот, я знаю, что такое. А вдруг. Пострах, платили там. Я их там на прошлое. Водопады. Откинь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Чего они могут делать? А лучше, что они делают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наши люди бегут, спасая свою шкуру Мы вовсе на дно Субтитры создавал DimaTorzok Да, Командар! Если вы получаете 12 пик, то вы получите их, чтобы выросли на полу! Погналы! Погналы! Брежит! Внимание! Наши воины бегут с поля боя. Какой позор! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Друзья бросают оружие и бегут с поля боя. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzок ДимаTorz uncomfortable Что помогает? От отряда не осталось никого! Что это? А как я это положал? Стоять! Двое часа! Давай! Наши войны бегут с поля боя! Какой позор! They're coming down! Враги убили полководца. Войны пали духом. Наши люди сломлены, они бегут. У меня германские руки по откикам убили 113 человек и 123, у меня руки на 250 метят себя два отряда откидываются в 450 монет, а если мы за китки были бы дешевые, они бы вообще снова не были. Мы сбежали бы. То есть пиками не атаковать, ничего нельзя. Они только как бы немножко сдержать каут. Они просто для того, чтобы их противник отбегал и противник. Ты просто их ставишь так, вот так их ставишь, чтобы противник было... А стрелков от кого защищать там тоже пиками? Да, да, поставил там, закрыл соты. А там уже твой монет не было. Так как он без цвета и пикер, чтобы тебе там напали. Тебе надо там спины, там и что-то. Вот это вот не надо, на самом деле. Пойдем пикер. Вот здесь твой монет, чтобы осталось. И забирать. Селега, короче, я пойду покурю это самое. Я в радикал зайду, слышу. Зайдешь в радикал? Я не устанавливал, что у меня будет. Давай устанавливай. Я, короче, в радикале тебе попозже. Заходи потом в радикал, ладно? Блин, лучше встать, потому что у меня радикал не столько будет. Ну, ты сегодня будешь, я тебе звякнусь еще попозже. Ты будешь, да? Встать. Ты это, если в зеленом, то я званю, да? Ты зеленый. Если уйдешь, то ставь там значок, что у тебя не хорошо. Ну, давай, давай, я звякнусь, не надо. Давай.